Ну, вот и начался новый учебный сезон, а это значит, что настало время просить новый компьютер для учебы. Ну и в этом видео я поделюсь своим видением такого супер мощного игрового, нет, извините, компьютера для учебы. Ладно, сегодня будет интересный конфиг на относительно новых железках, большинство из которых еще не было на моем канале. Так что про каждую я постараюсь рассказать прям самое основное и интересное. Сразу говорю, конфиг будет с упором в процессорную производительность и с приоритетом качества компонентов, так что лишний раз мы экономить не будем. Итак, мозгом компьютера будет новенький Ryzen 3800XT, который при 100% нагрузке будет чуть быстрее обычного 3800X, ну а там где нагрузка уже пониже 100%, он сможет показывать ощутимо более высокие частоты, то есть на уровне 4.4-4.5 ГГц. Так что в целом, при условии небольшого отрыва в цене, лучше, конечно, брать вариант XT, а не просто X. Но с текущими ценами разница, на мой взгляд, пока не стоит такой переплаты. Тем не менее, это довольно мощный камень с 8 ядрами и 16 потоками, TDP у него заявлен 105 Вт, так что в целом он, конечно, заслуживает жидкостного охлаждения, но у меня свободной водянки под рукой не было, так что я вернулся к полутоповой воздушке Big Quiet Dark Rock Pro 4 с заявленным теплоотводом 250 Вт. Вот, скобы выпадают постоянно, оперативку нужно предугадать, то есть по высоте, по... У этой башни цена чуть поменьше, чем у СВО, так что она чуть ближе к народу, и тем интереснее будет глянуть, как такая башня справится с мощным процессором. Памяти будет 16 ГБ, это Patriot Viper с выставленной частотой 3600 МГц и с 16-ми таймингами. Видеокарта не самая топовая в линейке NVIDIA, это RTX 2070 Super. И тут небольшое уточнение. Я договаривался с вендорами и подбирал железки под эту сборку еще где-то в начале августа, когда про 3000 RTX было известно только, ну, то, что их представят когда-то в начале осени. Поэтому здесь я поставил хороший середнячок по меркам 2000 линейки, но понятное дело, что вот если собирать прямо сейчас, то уже лучше выбирать, конечно, аналог из 3000 новой линейки, ту же, например, MSI RTX 3070, которая будет по мощности уже такая же почти как 2080 Ti. Тем не менее, даже сейчас, если кто-то будет смотреть, например, в сторону Авито, то 2070 Super это такой уверенный крепкий середнячок, на котором можно будет в Full HD вообще почти во всех играх большой запас по производительности получить. Ну, а в более тяжелом разрешении Quad HD просто получить комфортный, плавный геймплей почти на всех максимальных настройках в современных играх. У меня на руках одна из самых простых версий MSI, это Ventus OC, и у нее, в отличие от более продвинутых моделей а-ля Gaming X Trio, нет возможности поднять power limit. А значит, ручной разгон будет сильно ограничен температурой и энергопотреблением. Кстати, я как-то сравнивал разные карты с разным охлаждением у MSI, и если кому интересны подробности, там, температур, разгонов и так далее, ссылку я оставлю в описании. Ну и в целом, получается хорошая карта, которая не греется больше 72 градусов, и при этом по громкости охлаждения она на среднем уровне. Ну и главное ее преимущество в том, что это одна из самых доступных модификаций RTX 2070 Super на рынке. У нее восьмифазная подсистема питания, достаточная для работы карты на штатных частотах и даже с небольшим ручным разгоном. Охлаждается все это небольшим радиатором с четырьмя теплотрубками, которые напрямую прилегают к чипу. Элементы питания охлаждаются отдельной пластиной с орибрением, и в целом охлаждаются они... Эээ, довольно-таки плохо. Материнская плата будет на новом чипсете B550 с поддержкой PCI-Express 4.0 и гарантированной поддержкой будущих четырехтысячных Ryzen. Ну, если вы вдруг зачем-то решите обновить свой и так мощный 3800XT. ЗАЧЕМ?! У меня, кстати, в домашнем ПК стоит почти такая же, только на B450 чипсете, и я ее сам покупал за свои деньги. По качеству VRM Tomogawk считается одними из самых топовых в своем ценовом сегменте. А у этой B550 вообще почти такая же подсистема питания, как и у более старшей и более дорогой X570 Tomogawk. Ровно то же качество элементов, только на одну фазу меньше. У нее там десятифазная подсистема питания, то есть пять сдвоенных фаз. Поэтому сюда смело можно ставить даже 3900XT и вообще никаких проблем не будет. Хороший встроенный звук, строгий дизайн, там минимум подсветки и отличное охлаждение VRM. Ну и поскольку на B550 мы сможем воспользоваться более быстрыми SSD на PCI-Express 4.0, то берем одного из самых популярных представителей Corsair MP600. Ну и собрал я это все в MIDI-тауэр корпусе Corsair 275R Airflow. Это более продуваемая версия обычного 275R. Тот корпус у меня тоже был, и я в нем собирал себе второй ПК в личное пользование, так что парой замечаний, в общем, могу поделиться. Ну, помимо очевидной перфорации на передней стенке для лучшей циркуляции воздуха, отмечу, что винты для бокового стекла стали наконец-то удобней. Плюс амортизирующие резинки перекочевали на сам корпус и держатся теперь там намертво, потому что на предыдущем они просто вставлялись в стекло и постоянно выпадали. Раньше был один вентилятор на вдув, один на выдув, а в новом они добавили еще один на вдув. Ну и как и в предыдущем, пылевые фильтры стоят везде, где нужно. Ну а из недостатков, хороший блок питания сюда по-прежнему нормально не поставишь. Приходится сначала полностью откручивать корзину под жесткие диски, сдвигать ее и только потом ставить сам блок питания. Ну и то же самое при разборке. В остальном за свои 86 баксов отличный домик для твоего ПК. Ну и блочок у нас на 750 ватт, в цвет корпуса это белый RM750X. Ну и теперь давайте смотреть, что он умеет. Через биос я три корпусных вентилятора выставил примерно на 1100 оборотов, процессорный я не трогал. В комнате было жарковато, около 25 градусов, поэтому теста я гонял с открытой крышкой. Вот так вот. В Sinebench 15 наш 3800XT набрал 2234 баллов в многопотоке и 216 баллов с одним ядром. Сравнимый по цене новенький i7-10700K с теми же 8 ядрами в однопотоке набирает почти те же 218 баллов, а в многопотоке проигрывает, набирая всего 2000 баллов с копейками. В AIDA64 при полном стресс-тесте за 10 минут непрерывной стопроцентной нагрузки, что в реальной жизни бывает довольно редко, температура процессора не превысила 81 градус по всем ядрам. И при этом на них частота держалась в пределах 4200-4250 МГц. Ну а у обычного 3800X в стресс-тестах частота как раз примерно на 100-150 МГц ниже. Зона питания у нашей B550 Tomahawk вообще оставалась холодной и прогрелась всего до 43 градусов. По SSD MP600 у меня средняя по объему модель на 500 ГБ и внутри там стоит Тошибовская 3D TLC NAND память. Производитель заявляет 1 миллион 700 тысяч часов наработки на отказ. То есть в теории вы состаритесь быстрее, чем умрет этот SSD. По линейной скорости показатели огромные, там почти 5000 МБ в секунду на чтение и 2,5 на запись. Скорость по мелким 4К файлам ушла не так далеко вперед, как хотелось бы. Но при этом все равно почти по всем показателям MP600 на PCI-Express 4.0 показывает почти двухкратный прирост по сравнению с предыдущей моделью на PCI-Express 3.0. Радиатор вполне хорошо справляется со своей задачей, поэтому под нагрузкой на SSD больше 60 градусов я не видел. Ну а теперь игры. Первой будет новая старая Horizon Zero Dawn. Quad HD разрешение, все на ультра. Из коробки видеокарта работает на частоте 1920 МГц по чипу при температуре 70-72 градуса и 14000 МГц по памяти. Маленькие вентиляторы при этом раскручиваются под 2000 оборотов. Добавляем немного разгона вручную по чипу и по памяти. Охлаждение и так не самое тихое, поэтому его ускорять не будем, оставим на авто. Ну и становится уже чуть лучше. То есть температура и обороты те же, а вот частота уже не падает ниже 1980 МГц и по памяти уже 15000 МГц. Встроенный бенчмарк показывает, кстати, очень неплохой прирост по минимальному показателю и 5% прироста по среднему FPS. Была бы возможность менять пауэр лимит, то можно было бы выжать, конечно, 8-10% прибавки, но, как говорится, для такой недорогой карты и на том спасибо. Call of Duty Modern Warfare я пока оставил в тестах, но чувствую, его ждет такое же скорое забвение, как и BF5, потому что читеров просто сотни. Играть порой вообще нереально, особенно когда видишь, как тебя на повторе убивают там, когда ведут через стену хэдшотом. Настройки я оставил ровно те же, которые я подобрал для своей более мощной 2080 Super. Текстуры я снизил на предмаксимально, это, кстати, дает огромную прибавку в плавности. Пару опций я вообще отключил, ну а остальное почти все на максимум. Ну и под мой Quad HD 144 герцовый монитор стабильные 144 FPS получить не удалось, но вот 120-130 даже на картах с кучей народу выжать можно. 3800 XT тут грузится порой под 50%, но частота большую часть времени держится на отметке 4-450 МГц. Дальше Microsoft Flight Simulator. Это новый нагибатор видеокарт, еще приправленный щепоткой кривой оптимизации, из-за чего у народа куча проблем с производительностью. Я почитал некоторые советы в интернете по улучшению оптимизации, включил игровой режим Windows 10, отключил там же, кстати, запись клипов в фоновом режиме, ну и по тем же рекомендациям немного снизил определенные настройки. Детализацию земной поверхности и объектов нужно немного убрать, вертикальную синхронизацию отключить, детальность волны и глубину резкости тоже лучше на минимум убрать, и остальное уже в зависимости от системы. Ну и в итоге на таких среднемаксимальных настройках в Quad HD мне удалось выжать около 50-60 FPS. Рядом с облаками или там другие погодные эффекты, там уже FPS снижается до 40-45. Кстати, при запуске игры она нехило нагружает SSD, так что наш Corsair MP600 на PCI-Express 4.0 мы поставили не зря. При подзагрузке мелких игровых файлов скорость чтения доходила до 800-900 МБ в секунду. И то даже на таком быстром SSD игра грузилась, ну не шибко быстро. На SATA SSD, понятное дело, будет еще медленнее, и помилуй господи нервы тех, кто будет запускать это с обычного харда. Мои вкусы довольно... необычные. Ну и напоследок новенькая Project Cars 3. Quad HD, все на ультра, и получаем стабильное 60 FPS в игре. При этом карта загружена только на 50-70%. Но в игре куча погодных спецэффектов, и когда появляется там дождь или буран пыли, загрузка видеокарты подпрыгивает с 50-70% сразу под 100%. Фреймрейт сразу становится таким рваным, и это скорее всего из-за вертикальной синхронизации, но в гонках отключать ее это ну такое. Процессор игры грузит не сильно, поэтому он большую часть времени держит частоту 4.4 и 4.5 ГГц. Погодные эффекты в игре смотрятся очень неплохо, сочно, но вот если честно, в остальном картинка и сам геймплей очень средние. Та же Forza 4 мне понравилась гораздо больше. Ну, что можно сказать? По сборке, как я и сказал, большой упор идет именно в производительность процессора, поэтому Adobe Premiere, DaVinci, стримы игр, все это будет летать как по маслу. Но если вы последуете моей рекомендации и замените 2070 Super из этого конфига на более современную 3070 примерно за ту же цену, то получится уже гораздо более сбалансированная именно игровая сборка, где более мощная видеокарта будет как раз использовать на полную катушку наш 3800XT. Ну а производительности средней на сегодня RTX 2070 Super вполне хватает, чтобы наслаждаться Quad HD разрешением при максимальных настройках почти во всех современных играх. Вариант Ventus OC супер тихой не назовешь, в играх от нее шум на среднем уровне, но зато она стоит ощутимо дешевле конкурентов. MSI B550 Tomahawk легко примет на борт самые топовые райзены, потому что VRM тут отличная, плюс, как вы видели, даже в стресс-тесте температура у них не поднимается выше 45 градусов. Ну и в целом, на мой взгляд, получилась универсальная сборка как для работы, так и для игр Full HD и Quad HD. Ну и попрошу вас написать в комментариях буквально одну или две железки из этой сборки, которые бы вы точно поменяли, не по мощности, а именно вот по качеству. Мне будет интересно знать на будущее. Кто уже посчитал стоимость, напишите в комментариях, сколько хуананов с китайскими Xeon'ами можно купить за стоимость этого ПК. Не забывайте оценивать это видео, ну и увидимся совсем скоро на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok